Добрый день, меня зовут Смирнов Алексей, я рад вас приветствовать в Московском Думе Книги. Сегодняшний обзор книг я посвящу четырем замечательным книгам художественного жанра, которых связывает одна сюжетная линия. Это две временные эпохи, которые взаимосвязаны, которые пересекаются друг с другом, помогают нам понять развязку каждой из книг, но, тем не менее, развязка будет не всегда очевидна, как нам кажется, по началу. Итак, начну я с замечательной новинки Мэг Клейтон, которая называется «Прекрасные изгнанники». Книга посвящена взаимоотношениям двух совершенно четко харизматичным личностям, существовавшим в реальном времени. Это Эрнест Хеннгуэй и его третья жена Марта, с которой он познакомился еще в 30-е годы прошлого столетия, с которым они провели много лет в путешествиях, в самых разных загадочных ситуациях и опасных, в том числе, как, например, гражданская война в Испании в 30-е годы прошлого века. Начинается книга с того, что Марта разбирает письма Эрнеста в 92-м году, уже на исходе 20-го столетия. И она много видит трогательных писем от Хеннгуэя, который ей писал из разных точек мира свои письма, с тем, чтобы она о нем помнила, вспоминала и, конечно, не забывала его. Роман получился очень атмосферным, очень трогательным для любителей историй взаимоотношений, реальных людей, интересных людей с интересной биографией, оставивших свой знаменитый и замечательный след в истории культуры и истории всего человечества в целом. Вероятно, Хеннгуэй сразу заметил нас, как только мы вошли. Помню, как посетители обернулись на открывшуюся дверь, а мы сперва лишь растерянно моргали. Слишком разительным был контраст между безжалостным солнцем на улице и царившим внутри полумраком. Верзила Бармен поприветствовал нас из-за длинной подковообразной стройки, а на другом конце заведения шумные завсегдатые уже вновь переключили свое внимание на партию бильярд. Они играли на деньги, здесь все было серьезное. Какой-то мужчина, не особо уступающий по габаритам Бармену, с заметным усилием оторвался от вороха бумаг на столе. Ну и видок у него был. Футболка вся в пятнах, а потрепанные шорты под поясанной веревкой. Незнакомец с удивительным проворством в несколько шагов преодолел расстояние между нами. Приветственно кивнул и представился. Эрнест Хемингуэй. Я же тем временем пыталась осознать происходящее. Неужели этот боссой под поясанной веревкой чумазый мужчина и впрямь Эрнест Хемингуэй? Да, знакомая картина. Характерный контур волос на лбу, напоминающий перевернутый треугольник. В народе эту особенность именует вдове мысом. Взгляд искусителя. Каждое утро, когда я просыпалась в своей комнате в общежитии колледжа Бринмар, на меня с фотографией на стене смотрели Этти глаза. Очень приятно, сказал Мэти. Меня зовут Эдна Гэлхорн. Это мой сын Альфред, а это Марта. Просто Марта, а не моя дочь Марта. Понятно, что после такого представления Хемингуэй мог принять нас братом за молодоженов, которые только что сошли с яхтой. Но у меня в голове крутилась лишь одна мысль. Черт, это действительно он. Тот самый знаменитый Эрнест Хемингуэй, который сумел выловить у берегов Кубы невероятных размеров марлина. Она, хоть и в Кении, убивал диких зверей. Тот, кто творил в Париже, когда я жила там. Тот, кого я мечтала хотя бы мельком увидеть, как писатель мечтает хотя бы однажды увидеть в реальности свой персонаж. Эрнест Хемингуэй и Фрэнсис Котт Фиджеральд были моими героями. Фото Фиджеральда я бы тоже повесила на стену, если бы он выглядел так же неотразимо, как и писал. Эрнест Хемингуэй много где побывал, в том числе во Франции. Он останавливался в Париже в отеле Ритц. Об этом как раз есть упоминание в следующей книге. Автором которой является Мелани Бенджамин. И книга называется «Госпожа отеля Ритц». Отель Ритц – замечательный исторический объект на территории города Париж, который был еще в 2019 году построен для особенной утонченной аудитории. Туда могли приехать и чита Виндзоров, и могла останавливаться Коко Шанель, и звезды кинематографа того времени. Но в годы войны, когда в Париж вошли немцы, Ритц стал штаб-квартирой немцев Парижа. И, конечно, жизнь этого отеля очень изменилась. Как изменилось, наверное, и все и в Париже, и во Франции, и в Европе. Об этих событиях эта книга, которая говорит о семейной паре, являющихся управляющими этого отеля, которые могли бы смириться, наверное, с тем, что произошел в тот момент, в 1940 году, когда Париж оккупировали. Но это происходило не потому, что все должны были сопротивляться или нет. То есть это было решение каждого француза, как действовать в тот период. Помогать сопротивлению или праздновать победу немцев над Францией в многочисленных кафе и барах Парижа. Книга замечательная, интересная, очень интригующая своими событиями сюжетной линии, очень активная, динамичная. Рекомендую всем, кто интересуется историей Европы, Франции, Парижа в годы оккупации, в очень непростой период, который расставил многие точки над «и» и показал, кто есть кто в истории. Бланшне была в Ритце в тот день 1940 года, когда нацисты вошли в Париж. Она еще возвращалась домой с юга Франции. Но она рассказала мне все, что случилось тогда. Как вначале до гостей служащих отелей донеслось рычание танков и джипов. Они вползли на огромную площадь и окружили колонну, с высоты которой с ужасом озирал окрестности Наполеон. Потом по мостовой и тротуарам с металлическим лязгом застучали каблуки. Все громче по мере того, как нацисты подходили ближе, ближе, ближе. Постояльцы заламывали руки и в панике переглядывались. Некоторые кинулись к служебному входу, но далеко они не ушли. Мадам Ритц, хрупкая, элегантная, одетая в лучшее винтажное черное платье стали и в рюмочку, ждала у входа в свой дом. Самый величественный отель Парижа. Ее увешенные драгоценностями руки дрожали, когда она сцепила их перед собой. Несколько раз она бросила тревожный взгляд на огромный портрет покойного мужа, как будто он мог сказать, что делать дальше. Некоторые из сотрудников были с ней и с ним с самого начала, с 1898 года. Они помнили, как эти двери открылись впервые. Блистательные, веселые гости вошли в шикарно украшенный зал. В новом отеле месье Ритца не было вестибюля, он не хотел, чтобы простолюдины замарали позолоченные двери. Глаза постояльцев были полны восхищения. Здесь собрались принцы, графини и богатейшие из богачей. Марсель Пруст, Сара Бернар. Когда заиграла музыка, зажглись люстры. А с кухни вынесли вереницу подносов с лучшими творениями Агюста Эскофье. Меренгами с ванильным кремом, украшенными за сахарными лепестками лаванды и фиалки. Турнедора сини, разнообразными паштетами, даже персиковой мельбой в честь госпожи Нелли Мельбы, которая согласилась исполнить для гостей серенату. Служащие отеля в последний раз поправили новую униформу и улыбнулись, горя желанием выполнять свою работу. Подносить, поднимать, подавать, полировать, вытирать пыль, мыть полы, нарезать, складывать, чинить, ублажать, успокаивать. Они в восторге от того, что стали частью этого грандиозного нового отеля. Единственного в мире с ванными комнатами, телефонами в каждом номере и электричеством вместо газового освещения. Отель Риц на Вандомской площади. В тот роковой день 1940 года никто не улыбался. Некоторые не скрывали слез, когда немцы ворвались в парадные двери. Их пыльные черные ботинки оставили следы на шикарных коврах. Оружие, угрожающее, висело на плече или было спрятано в кобуру. Они не сняли шапки. Имперские шапки с нашивками в виде орла. Их серо-зеленая цвета фасоли униформа казалась уродливой и оскорбительной на фоне сверкающего золотом, мрамором и хрусталем коридора. Шикарных гобеленов на стенах. Царственной синевы, покрытой ковром парадной лестницы. Похоже, по пересечению сюжетных временных линий следующая книга автора из Австралии, которая закончила много чего в Англии, Кейт Мортон «Далекие часы». Семейная сага, напоминающая во многом Ребекку или 13-ю сказку по своей атмосферности. Судьбы двух семей, период 40-х и 90-х годов прошлого века, которые также пересекаются, как и в предыдущих книгах, тайны, загадки, события, которые раскрываются только в конце книги. Приятное чтение для любителей готического романа в новом прочтении. Все началось с письма. Письма, которая давно пропала и полвека ждала в забытой сумке почтальона на мрачном чердаке ничем не примечательном от дома в Бермонсе. Иногда я думаю о ней, этой сумке. О сотнях любовных писем, счетов из бокалейной лавки, открыток на дни рождения детских записок родителям, которые лежат все вместе, разбухают и вздыхают, упрямо нашептывая в темноте свои послания. Ждут. Ждут того, кто догадается, что они здесь. Знаете, ведь говорят, что письмо обязательно отыщет адресата. Что рано или поздно, вопреки всему, слова найдут способ выйти на свет и открыть свои секреты. Просто так странно осознавать, что если бы Артур Тиррелл был чуточку более ответственным, если бы не переборщил с Ромовым Пуншем в канун Рождества 1941 года, не вернулся бы домой и не завалился бы спать, вместо того, чтобы разнести оставшиеся письма, если бы сумку не спрятали на чердаке, где она пролежала полвека до самой его смерти, после чего ее нашла одна из его дочерей и обратилась в Дейли Мэйл. Все могло бы повернуться иначе. Я чистила в раковине картошку, когда в дверную щель упало письмо. «Эдди, сходи!» – попросила мать, кивнув в сторону коридора. Оставив картошку, я вытерла руки кухонным полотенцем и отправилась в прихожую. На дверном коврике лежало письмо. Официальный почтовый конверт, извещающий, что внутри переадресованная почта. Я отнесла письмо на кухню и прочла над письмами. Слегка нахмурившись, скорее по привычке, чем от дурных предчувствий, она схватила письмо и взяла очки для чтения, нацепленные на ананасы в миске с фруктами. Пробежала глазами почтовое уведомление, вздернула брови и приступила к конверту. Я уже вернулась к картошке, рассудив, что это интереснее, чем наблюдать, как мама вскрывает письмо. Увы, я не увидела ее лица, когда она выудила изнутри конверт меньшего размера. Оценила хрупкую дешевую бумагу и старую марку, перевернула письмо и прочла имя на обороте. С тех пор я много раз вспоминала, как краска мгновенно схлынула с ее щек, а пальцы задрожали так, что потребовалось несколько минут, чтобы вскрыть конверт. «Письмо», – произнесла она, – «от человека, которого я знала очень давно, когда была я еще девочкой 12-13 лет. Не помню, я рассказывал о тебе о том времени. Шла война, Вторая мировая война. Это была ужасная пора, полная неразберихи, все рухнуло. Казалось, мать вздохнула. Казалось, мир никогда не станет прежним. Будто он слетел с оси, и ничто не способно вернуть его на место. Она обхватила ладонями исходящую паром кружку и заглянула внутрь. Моя семья. Мама, папа, Рита, Эд и я жила в маленьком домике на Берлуд-стрит, рядом с площадью Слоны-замок. На следующий день после начала войны нас, детей, собрали в школе, отвели на вокзал и посадили в поезд. Я никогда этого не забуду. У всех были таблички с именами, маски и ранцы. Матери, успевшие передумать, бежали к вокзалу и умоляли проводника выпустить их детей. А после кричали старшим братьям и сестрам, чтобы те позаботились о младших. Следили за ними в оба глаза. И завершает мой обзор книга, ставшая уже очень популярной в этом году. Книга Иванова Алексея, известного писателя, автора, географ Глобус Пропил, например, «Сердце Пармы», «Золото бунта», «Табол» недавно был экранизирован. Тоже мы все его видели и как сериал, и как полноценный фильм. Итак, Алексей Иванов порадовал в этом году новой книге «Тени тефтонов». Две линии, конец XV века и середина XX, Вторая мировая война, орден тефтонов и советская армия на территории Восточной Пруссии. Казалось бы, совершенно разные эпохи. Но, тем не менее, там и там появляется очень загадочный артефакт, который пытаются найти люди, жившие в эти разные эпохи. Один защищает, а другой пытается его найти и предотвратить беды, которые этот артефакт может принести. Динамичная, очень разноплановая по своим событиям, по описаниям, по деталям книга, которая будет интересна не только мужской аудитории, но и, на мой взгляд, даже женской. Книга погружает в разные эпохи, отвлекает, наверное, от каких-то, может быть, событий текущих, не всегда радостных, связанных с тем, что мы до сих пор живем в ограничениях пандемии, когда нам приходится все-таки себя ограничивать в движениях, посещениях театров, музеев, кинотеатров. Книга, как раз, я думаю, вам послужит такой альтернативой для себя, чтобы вы не чувствовали себя одиноким и чувствовали себя действительно приобщенным к каким-то интересным событиям из прошлого. Пилау строили три столетия, разрушили за неделю. Артиллерия, авиация и уличные бои превратили город в свалку дырявых и пустых коробок, полузасыпанных щебнем, битым кирпичом и черепицей. Балтийский ветер сдул дым пожаров и дучей пыли, и мертвый город лежал на полуострове, вывернув внутренности во всем очевидном ужасе недавнего штурма. Над руинами торчала красно-белая башня маяка. Маяк не тронули, потому что он служил ориентиром для русских бомбардировщиков. Воды утихших гаваней отражениями удваивали перекошенные надстройки и мачты затопленных судов. На площади у памятника Кюрфюсту беззвучно раздевали рты старинные гвинейские пушки. Они словно выли, взывая к небу. Пилау! Пилау! От окраины Пилау до Девтонского замка Лохштед пешком можно было дойти за час-полтора. По изуродованной дороге, огибая воронки, грузовик ехал примерно столько же. Дорога называлась Имперским шоссе номер 131. То и дело застревая в заторах, поэтому шоссе в обе стороны ползли автофургоны, тягачи и бронетехника. Бюссинг свернул в направлении залива Фришков. Замок стоял над морем на пригорке. По сути, это были два двухэтажных корпуса, соединенных под прямым углом. Выщербленный красный кирпич, готические окна, черепичная крыша вся в дырах, взрытый воронками двор. И везде вздутые трупы в серо-зеленой солдатской форме вермахта и грязной гражданской одежде фолькштурма. Когда грузовик остановился, на него тихо наплыла густая волна смрада. Бойцы охранения откинули задний борт и друг за другом спрыгнули на землю. Из кабины выбралась капитан Луданная. «Товарищи историки», — сказала она по-русски, — «напоминаю про мины. Проверено только здание, так что я запрещаю выходить из него даже по нужде». Женя Луданная была убеждена, что ученые не приспособлены к жизни как дети. Беспомощные и бесполезные люди. Блаженные, а может и ловкачи. Спасибо за внимание. Ваш Алексей Смирнов. Ждем вас в Московском Доме книги.